Очень печальные новости у меня к вам, ребята, для всех любителей алкотанка, для всех любителей Type 5 Heavy фугасного нагиба на этой машине. Я вынужден буду вас расстроить. В скором времени это все закончится. И есть официальные новости, есть даже ответы разработчиков на эту тему. И сейчас, собственно, будем разбираться, что же не так с Type 5 Heavy. Почему такое печальное решение мне сейчас придется вам всем сообщить, с чем оно связано. И кроме того, нечто очень неожиданное и интересное. То, что обязаны знать все танкисты, и то, что заставит вас начать играть и выкачивать Type 5 Heavy как можно быстрее и сейчас. А также у вас на фоне сражения, которое вызвало у меня одну странную эмоцию. Во-первых, изначально, когда я увидел это сражение, я прочитал название. Type 5 Heavy 1 против 11. 1 против 11 было в названии этого сражения. Но, открыв его, через буквально 3 минуты я был разочарован. Дань, ну не спешите. Не спешите. Это только через 3 минуты я был разочарован. Но, к концу боя у меня отвалилась челюсть, и мне захотелось поделиться этим сражением, показать его какому-то другому игроку. Потому что, если я на слово расскажу вам, что произошло в этом бою, вы мне не поверите. Но, после того, как вы увидите то, что будет дальше, вы сами поймете, в чем прикол этого боя, и почему даже разработчикам стоило бы его пересмотреть и поискать здесь кое-какие странности. Ну, какие? Да, вы сами сейчас все поймете. С вами ваш Бомбилка, и перед тем, как мы начнем, небольшая рекламка. Спонсор этого видео сайт whatboxes.ru Самые дешевые кейсы в интернете на World of Tanks. Просто мизерная цена, и очень хороший шанс выиграть себе премиум танки 8 уровня, да все что угодно. Также в описании есть специальный бонус-код для сайта whatboxes, и ссылка на этот сайт. Бонус-код подарит вам шикарный подарочек от Бомбилки лично для этого сайтика. Также там каждый день раздают голду, и много всякой халявы. Ну что ж, давайте переходить к ролику, и посмотрим, вот буквально, как раз, видите, прошло сейчас минуты 3, я говорил, ну, 2,5. Немножко ошибся, я чуть позже разочаровался. Сейчас увидите, почему я разочаруюсь, а потом, через пару секунд, увидите, почему я удивлюсь этому бою. Не то чтобы удивлюсь, я просто буду в шоке. Ну, я был, и сейчас, наверное, даже со второго просмотра так просто это не воспринимается. Что же происходит на миникарте? Давайте на секунду обратим внимание и посмотрим на ситуацию. Это типичный турбослив. Да, разработчики? Турбосливов, конечно же, нет. Ну, это исключение. По-другому сказать нельзя. Ну, понятно, что турбосливы все-таки есть, и этот бой яркий, там, например, буквально за 2 минуты почти большая часть уже, да что говорить, большая часть нашей команды, включая танки 10 уровня, с легкостью вообще, вообще на пофиг, отправились быстренько в ангар. Я не знаю, как так легко можно слиться на танках 10 уровня. У вас огромный запас хп, да, вон, та же бабаха, FV215B183. Но игрок же явно опытный. Бабаху уже давно вывели из игры. И тем не менее, значит, он давно играет, давно ее прокачал, это его не первый прем, но парень отправился в ангар буквально сразу. И от этого иногда настолько дико горит пердак, что хочется просто разорвать свой стол, сжечь его, сесть на какую-нибудь льдину. И только тогда, может быть, пукан остынет, но потом арта накинет, и даже лед растает от ее фугасов. Но, тем не менее, счет 3-11, и давайте, перед тем, как я расскажу ключевую новость, разберем немножко бой, потому что и разберем немножко танк Type 5 Heavy. Вот сейчас начнется фантастика. Вот смотрите, сейчас действительно ситуация 12 противников осталось, а наших союзников 4. Но это не совсем 1 против 11, все-таки 4. Вот сейчас 4 против 11, но, конечно, учитывая, что союзники 1 за 1 отправляются в ангар, можно сказать, что 1, но пока еще это не точно. Пока еще это не точно. Так вот, почему же изначально Type 5 Heavy считали плохим? И блогеры все, и стримеры. Да потому что его очень жестко корала арта. Его поначалу она нереально фокусила на всех картах, и сейчас вот на секунду прервусь. Посмотрите, он не остался все-таки 1 против 11, а остался 1 вот против скольки? 6, получается 8, 1 против 8. И вот у меня было разочарование, что действительно бой назывался 1 против 11. Я ждал, когда он будет 1 против 11, но подобного не случилось. Но когда вы увидите сейчас прикол, который произойдет, вы поймете, что все равно не зря это смотрите. Ладно. Так вот, после того, как арту действительно нерфили, нерфили, нерфили и донерфили до такого состояния, что в современном рандоме Type 5 Heavy очень часто просто насрать на арту. Ну, тем более и городские карты не выпадают довольно часто. Но если вы попали на Малиновку, тогда уже надо ехать на гору, либо, я не знаю, куда, либо страдать. Но если карта хоть с каким-то рельефом, где можно как-то применить свою тяжелость, так скажем, то Type 5 Heavy сейчас просто на коне. Даже лютый фокус арты не заставит этот танк отправиться в ангар очень быстро. И сейчас ваншотим Скорпиона Джи просто с вертухи. Вот он, алкотанк. Вы просто едете, вы просто... Фактически это бабаха, та же почти, почти то же орудие. На голде, можно сказать, даже то же. Но, тем не менее, она еще имеет огромную броню и нереальные габариты. Это бешеная имба сейчас. Type 5 Heavy с его фугасами, которые разрывают даже самых бронированных противников, сейчас настолько гнет рандом, что это нереально суровая штука. Да, в былые времена он действительно жестко страдал от арты, но сейчас такого нету. Сейчас это имба, которая не страдает от арты настолько сильно, как это было раньше. Да вообще сейчас показатели мучений и страданий от арты ушел. Ушел на нет. Ну, не совсем он остался, но арта уже не лепит бешеные ваншоты по ИСу-7, как это было раньше. Как я помню, в былые патчи на арта 8 уровня, ты на ИСу-7 и тебе прилетает лютый ваншот. Вот тогда, извините, меня было жестко. А сейчас, по сравнению с тем хардкором, который творился в момент 16-го года, 15-го, Рубикон, все неудачные обновления картошки, арта тогда просто полыхала, а точнее поджигала пуканы многих криков рандома, делая неиграбельным. Тайп-5 Хэви в момент его ввода в игру. Маус, Е100 отчасти, ну и 100 еще как-то игрался, но Маус вообще был просто какашкой, сейчас это тоже подправили. Ну, в общем, в данный момент Тайп-5 Хэви все-таки нереально лютая имба. И что же происходит? Разработчики обещают его понерфить. А точнее, не именно этот танк, а всю концепцию данной ветки, и вообще всю концепцию фугасных тяжелых танков, да вообще всех фугасных танков. На примере Бабахи мы уже видели, как разработчики борются с фугасами. Это первая борьба. ФВ-215Б-183 просто заменили, вывели из игры и оставили как акционный, но свели ее количество в рандоме в очень малые масштабы. И сейчас Бабаха-183 просто такой памятный танк, который остался скорее у ветеранов. Новые игроки уже за прокачку этой ветки взяться не смогут. Может ли это стать с Тайп-5 Хэви? Ответ однозначен. Мне кажется, нет. И может, конечно, кто-то там что-то выкурит из офиса в игры, и они это сделают, но нет, нет, еще раз нет, это почти 100% на Тайп-5 Хэви заменять не будут. Но могут переработать. И как же его переработают? Давайте разберемся и почитаем один из последних ответов разработчиков. Уже немножечко староватый, но на фоне новых ответов и новых вопросов к разработчикам, вот недавно вышли огромные ответы. Этот вопрос там не поднимался, он поднимался уже раньше. И, возможно, поднимется на ВГ-фесте и ближе к Новому году. В общем, сейчас что же отвечают? Что касается голдовых снарядов, и в том числе сейчас про фугасные тоже, уже достаточно скоро будет решение по их поводу, включая некоторые серьезные изменения насчет фугасных снарядов. Наконец, разработчики обещают исправить проблемы с Тайп-5 Хэви. И на данный момент разработчики наблюдают, каковы их успехи и успехи их коллег в World of Tanks, консольных и блицовых в ребалансе снарядов и насколько он эффективен. Опять-таки, привет новым зрителям нашего канала, которые активно играют в Вот Блицы. И напишите, ребята, говорят, что у вас там проблемы с фугасами такой нет. Кто играет в Вот Блиц, я знаю, у меня есть подписчики, их довольно много, фанатов Блица. Как вы там боретесь с фугасами, насколько у вас эта проблема серьезна. И на фоне ваших ответов я, собственно, сделаю выводы, что же могут делать ВГшники. Опять же, как предсказать, какие будут изменения фугасов в Тайп-5 Хэви? Однозначно, они перестанут быть настолько всемогущими и всепробивающими, как это происходит сейчас. То есть, действительно, концепция Тайп-5 Хэви будет направлена, мне кажется, больше на то, что это тяжелый танк, который должен танковать, а не наносить бешеное количество дамага. Мне кажется, пушка будет понерфлена. Но, опять-таки, это мое предположение. Разработчики сказали, что будут переделывать фугасы, но не сказали, как. Может, вообще апнут. Но, это навряд ли, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, что пушка будет поднерфлена, и она, урон от фугасов просто уменьшится. Я не знаю, напрямую они снизят средний урон, либо какие-то показатели подкрутят. Но просто вы не сможете такие большие плюханы отвешивать на Тайп-5 Хэви, как вы это делали раньше. Поэтому, мой вам совет. Пока не настали там новые патчи, патч 1.3. В патч 1.3 это, конечно, навряд ли еще будет, потому что не было анонсов на супертесте, на тесте, на общем тесте патча. Но, все равно задумывайтесь, все равно постарайтесь наиграться на Тайп-5 Хэви на той имбе, которая сейчас. В любом случае, советую всем прокачивать этот танк, потому что машина имбовая, машина комфортная. И даже людям, которые не любят стиль игры на таких высокобронированных крупных тяжелых танках, она очень понравится. Ну и давайте под конец быстро победители нашего ежедневного суперхалявного розыгрыша голды и премиум танков от бомбилки. Вот эти парни, вот их комментарии с игровыми никами, вот наши чеки об оплате. А в этом ролике вы также можете на халяву поднять себе премиум танки до 8 уровня голдули премиум аккаунт. Вам нужно просто подписаться на канал, обязательно, вот что самое важное, прямо сейчас взять и поставить лайк этому ролику. Вот спуститесь вниз под ролик и нажмите палец вверх. Кнопку лайк, это позволит вам участвовать в огромном количестве халявы. Ну и очень важно, включите колокольчик, потому что скоро у нас конец месяца, скоро декабрь, ну не за горами уже. И будут и бонус-коды, и срочные новости, например, видео с каким-то ограниченным бонус-кодом. Мы, кстати, ждем бонус-код или какую-то специальную задачу от ВГ в честь 3 миллионов подписчиков на их официальном канале. И я постараюсь, как только узнаю, что там случилось, выпустить об этом ролик. И тогда, если ход будет на определенное количество, ограниченное количество использований, вы успеете его отхватить первыми. Ну и, собственно, самое интересное. Type 5 Heavy сделал действительно фантастический бой. Посмотрите, сколько урона. Посмотрите, какие результаты. Это действительно очень красиво и одно из лучших сражений на этом танке, которые я видел в последнее время. Но, конечно, бой уже сыгран довольно давно, но, тем не менее, иногда стоит вспоминать, что было в нашей игре раньше. Но с вами был ваш Бомбилка. Обязательно сейчас прожмите лайк. Я желаю вам всем удачи. Увидимся. И пока-пока, мужики. Продолжение следует...